Приветствую всех, кто сейчас включил это видео. Вы на канале ПВЗ Дичь и мы с вами в шаге от финала Лиги Чемпионов. Сегодня станет известно, кто же будет противником Смолистого Лиса в финале этого турнира. Узнаем мы это совсем скоро, а я хочу в очередной раз выразить благодарность ребятам, которые помогли с оформлением Лиги Чемпионов. Это Исаня, который Дурка ТВ, и широко известный в узких кругах, всем привет, Некит, а также дизайнер Екатерина. Ссылка на ее каналы в описании. Также ссылка на мои ресурсы, ну и в принципе на этом все. Можете поддержать видео лайком, а я представляю вам сражение Теневого Риса и Ледяного Джека. Открывает битву Теневой Рис. Многие наверное хотят, чтобы именно эта команда вышла в финал и мы получили сражение двух рисов. В воле и случая эти две очень похожие сборки были разведены по разным частям сетки и встретиться могут только в финале. Но Теневому Рису нужно еще свою путевку в решающую битву заработать. Начинает эта команда свой путь к финалу очень уверенно. За счет всевозможного замедления данной трио растений не дает зомбарям быстро приблизиться, а двух летающих зомби уже не только спустили с небес на землю, но и прикончили. На поле битвы остался только робоконус и скрывшийся за ним газетчик, который вроде бы там лишился газеты, но вслед за ней и лишился своей жизни. Так что оранжевая машина осталась одна против трех растений. Робоконус и так-то не самая расторопная штука, а перебирая ножками по смоле и под постоянным обстрелом липучих бомб с замедляющим лазером, эта консервная банка и вовсе еле тащится. Даже если бы он успел дойти до шишкопульты, не забываем, что это растение очень сильно растет именно в прочности по мере роста уровней, так что это в итоге легкие три очка. А вот и вторая сегодняшняя команда. Любимец женщин и детей и кумир миллионов Ледяной Джек, чемпион второго турнира дичи. На пятом левеле прокачки дальность атаки светильника равна четырем клеткам, что позволяет сходу сжечь фараона и поджарить крылья с трекозе, как бы высоко она не летела. Однако есть у этого и минус. Джек достаточно рано достает зомби и соответственно раньше начинает мешать ледяному горохострелу. Только что Джек оттаял зомби после прилета супергорошины, но тут же прилетела вторая, и теперь зомби вынуждены ждать, когда перезарядится тыква. Правда ждать там уже почти некому, потому что пока зомби были в оцепенении, около них скопилась целая стая индейок, и они заклевали всех мертвяков насмерть. Ледяной Джек справился тут даже легче, чем теневой рис. Обе команды без труда набрали по три очка. Впереди первый фланговый раунд, который принял такую вот интересную форму в полуфиналах. Липучкометный рис вновь будет в одиночку пытаться отбиться от коротышек. Напоминаю, что это растение заработало три балла для команды смолистый рис из прошлого полуфинала. Но я хочу отметить очень важную деталь. Там рис стоял на крайней левой клетке, а сегодня он стоит на второй. Казалось бы, совсем незначительное изменение, но ПВЗ поэтому мне не нравится, что малейшее изменение может привести к глобальным переменам. Пока что ничего критического нет, но я снова проведу параллель со смолистым рисом и отмечу, что там все бочки остановились гораздо раньше. Сейчас же наверху бочка почти сравнялась с самим рисом, а мы знаем, что импы при вылете из бочки прыгают вперед на целую клетку, и это очень опасно. Тот, что прыгнул в центр, станет жертвой теневого горохострела, а вот тот, что наверху гаденыш такой, натворил делов. Один единственный имп активировал косилку. Это поражение. Но в принципе для теневого риса ничего сверх страшного не произошло. А все почему? Потому что ледяной джек традиционно вообще не имеет шансов во фланговом раунде. Хотя с другой стороны, где как ни в этих раундах теневому рису создавать отрыв? Выходит, один свой шанс эта команда упустила. Ну а ледяной джек с широкой улыбкой на лице пропускает зомби к косилкам. Учитесь принимать поражение у этой команды. В этом раунде очки не набрал никто. Теперь пришла очередь проверки ускоренными зомби. Ну и кому как не теневому рису их останавливать? Эта команда настоящий кошмар для торопливых мертвяков. Правда, справедливости ради нужно сказать, что ни один из замедляющих эффектов этой команды не сбивает полностью ускорение с противников. Замедлять замедляет, но не сбивает. Однако кому это вообще интересно, если тех же пианистов уже удалось прикончить? Ну а когда зомби против этой команды остается один, то ему совсем не позавидуешь. Мало того, что он замедлен смолой и ядом, так еще и станется постоянно липкими бомбами. Причем его избиение превращается в настоящую пытку. Этой бы команде прямого урона помощнее, тогда это была бы просто машина. Но в любом случае с задирой теневой рис справляется. А чем ответит ледяной джек? Во-первых, мощным пламенем, которое наносит огромный урон задире. Ну а самое главное, тут ускорение реально пропадает безвозвратно. Да и в принципе тот же задир уже вообще убит. Ну а последний пианист попал в настоящую передрягу. Какой-то разнос. Снова синхронное прохождение показывают команды. Следующий фланговый раунд. В этом испытании желательно иметь растения, способные атаковать по всей площади двора. Но таковых у теневого риса нет и снова придется надеяться на бросателя липучих бомб. При этом даже на соседних дорожках это не лучшее оружие против летающих зомби. Ведь они получают урон только от взрывной волны. Ну а после разрушения пианино ситуация становится совсем плачевной. Несколько ковбоев убежали на нижний край и в таком случае они вместе с дискозомби доберутся до косилки. Будем честны, у данной команды изначально было немного шансов на победу в этом раунде. Впрочем, как и у ледяного Джека. Точнее у Джека вообще шансов нет по понятным причинам, о которых я в сотый раз не хочу говорить. Эта команда остановит прорыв только по центральной полосе. И все же тот факт, что теневой рис снова не смог воспользоваться фланговым раундом, это очень хороший итог для Джека, даже несмотря на свою собственную беспомощность. Еще один раунд без набранных очков. Впереди первый раунд по пяти полосам. Некоторые генералы уже на месте, ждем трансформации Земеха и начнется веселье. Именно Земех тут приносит наибольшие проблемы. Мало того, что он производит арт-обстрел, так еще и телепортация Зомбони – это огромная угроза для большинства команд. Но справиться с этим испытанием можно, причем на все пять баллов. Смолистый рис не даст соврать. Да и теневой вроде как неплохо держится, хотя нельзя не отметить, что парочка бомб повредила команду на некоторых полосах. И все же теневому рису удалось разобраться с заливочными машинами. И, соответственно, угрозы быть задавленными больше нет. Генералы же скоро начнут покидать поле боя. И в итоге оставят только плоды своего присутствия в лице гипертрофированных легионеров и бобслиистов. Все эти зомби не так опасны в обычных условиях. Но не забываем, что сейчас команда сильно повреждена. И поэтому точечный прорыв еще может где-то состояться. Снова рис очень сильно выручает. Даже те дорожки, где он остался единственным атакующим растением, все равно держатся за счет способности атаковать по трем полосам и сплэш-урону. В принципе, на этом раунд можно и заканчивать. Вторая команда с рисом тоже заработала здесь максимум очков. Еще и кардио чуть не прикончила под конец. Очередь ледяного джека. И вот тут, несмотря на мощность команды, целый ряд проблем. Первая из них заключается в том, что джек сразу же триггерится на генералов и тратит весь запас горючего. А вот вторая проблема связана с бесполезностью индейок против все тех же генералов. Как мы знаем, любой зомбойт, подойдя к генералу, сразу же погибает. Так что индейки тут бесполезны и их сочетание с ледяным горохострелом не приносит никаких дивидендов для команды. А далее в ход пошла телепортация и несколько машин просто-напросто воспользовались перезарядкой джека и задавили главное атакующее растение. Заморозить эти машины нельзя, так что тут целый букет из разных контрприемов против именно этой команды. Я даже сам не понял, как так получилось, что все они собрались в одном раунде. Как итог, три из пяти косилок уехали и на самом деле я считаю, что джек еще легко отделался. Тут мог быть полный разгром. В итоге первая команда взяла максимум, а вторая довольствуется только двумя очками. Ну что ж, у нас появился лидер и это теневой рис. Сейчас эта команда может упрочить лидерство и я так считаю, потому что наличие фланговых растений хоть и не принципиально в дич раунде, но все равно лучше, если они есть, чем нет. Плюс ко всему центр здесь зомбарям будет пройти очень непросто. Смола все-таки разлилась на перекрестке и мертвяки вынуждены задержаться в самой опасной точке лужаки. МС в итоге погибли, но вот газетчики сбежали, причем в прямом смысле, так как лишились газеты и помчались на прорыв. Горохострел может их еще утянуть под землю, но за счет своей скорости они и осуществили прорыв. Мои ожидания не подтвердились и в таком случае джек наоборот может сравнять счет. Наилучшим исходом было бы заморозить зомби в центре и просто перебить как в тире. Но проблема в том, что джек будет постоянно оттаивать мертвяков. Вот он конфликт льда и пламени во всей красе. Хотя первоначального заряда светильника хватило на то, чтобы полностью сжечь первых четырех зомби, так что оттаивание никак не сказалось. А вот на двух последних газетчиков горючего не хватило и над командой нависла угроза. Снова очень сильно сказалась скорость разъяренного газетчика. Из-за нее он успел сделать шаг по бассейну и сместился на край клетки, где его хитбокс не попал под атаку джека. Так что здесь случился прорыв. Обе команды провалили раунд. Очередное фланговое испытание и это питомцы, которые скорее всего появятся в таком виде в этом турнире в последний раз. Рис естественно не смог в одиночку сдержать прорыв куриц и это даже без ласок, которые немного припозднились. Сейчас джек снова получил шанс сравнять счет. Шучу, никаких шансов тут нет, это и дураку понятно. Достаточно было бы одной курочки не по центру. Ну а команды снова не смогли набрать очки. Что-то сегодняшние команды буксуют. Раунд стана не самое лучшее место, чтобы прервать черную полосу. Теневой рис тут может похвастать пронзающим и сплэш уроном, что очень важно против мага. Но бумбоксеры уже врубили музыку и тут же остальные зомби моментально этим воспользовались. Причем воспользовались по максимуму, а ведь я еще не призывал мага-ветерана. Он появится в финале и я даже не знаю, справится ли кто-нибудь с ним. У ледяного джека хоть и нет пронзания и сплэш-атаки, и вообще у них сильнейшее растение ближник, но зато джек обеспечивает постоянно отопление. И таким образом все три растения сразу тут вывести из боя не получится. Ну а еще один плюс в том, что индюшки не попадают под влияние музыки бумбоксера. Пока растения отдыхали, а растительные птицы заклевали всех зомби в центре. Остались только бумбоксеры на фланге, но так как это не фланговый раунд, они вынуждены спуститься в центр, где их ждет по-настоящему горячий прием. А ледяной джек заработал здесь 3 очка. В отличие от теневого риса, который тут получил баранкуль, и это позволило джеку наконец-то сравнять счет. Впереди тяжелейший раунд с таранами и макакой. Чем они опасны, так это тем, что разные растения с катапультирующим принципом атаки зачастую промахиваются по этим зомби. Благо шишкапульта смогла задержать обезьяну, и эту гадину успели взорвать, но избежать двух таранящих ударов не удалось. Остался только горохострел, и вот он-то сейчас должен сыграть важнейшую роль. На пятом левеле он не исчезает после двух утягиваний, и это значит, что команда сохраняет 1 балл. Даже 1 балл в этом испытании – хороший результат. Джеку придется поднапрячься, чтобы снова не оказаться в роли отстающего. С макакой удалось быстро справиться, но далее был потерян джек. Зато одна из индейок попала под колеса The Corpo, и он уже не сможет протаранить растения. На самом деле никто из зомби уже вообще ничего не сможет. Крутейшее выступление от ледяного джека. Я думал, что теневой горохострел выступил хорошо, но ледяной джек выступил еще лучше. Добрались мы уже до второго раунда по всем полосам, и это неоновое представление при поддержке рапторов, которые, кстати, уже забросили эмси вперед, и опаснейшие зомби разом снесли две гряды растений. Несколько этих зомби хотели уничтожить и горохострелы, но последний оплот обороны растений чудом успел спастись на каждой из полос. Чуть было не превратился этот раунд в настоящий кошмар, но благо теперь остались только брейкденсеры, и горохострелы должны всех утянуть под землю. Почти так и произошло, но один танцор каким-то образом ткнул косилку. С одной стороны немного обидно, но учитывая, как начался этот бой, я думаю, 4 балла теневому рису просто за счастье. Команда была в секунде от прорыва по всем пяти полосам. В прошлый раунд по пяти дорожкам ледяной джек прошел очень неуверенно и набрал всего 2 балла, однако второй такой раунд для него оказался настоящим подарком. Здесь зомби берут скорость у приближения, но все они очень непрочные, чем воспользовался светильник. А тех, что он не достал, легко достали индейки и ледяные горошины. Легкая победа. Теневой рис взял в этом испытании 4 очка, а ледяной джек забрал максимум, и это позволило увеличить отрыв еще на 1 балл. Если МС и Рапторы это кошмар растений на фронте, то анкилозавр и меха-футболист это угроза заднему растению. Правда, с первой попытки этот дуэт не смог вышвырнуть крайнее растение. Машина залетела прямо на клетку с шишкой без выталкивания теневого горохострела, но придя в себя, меха-футболист все-таки совершил толчок. Однако я отмечу, что толкнул он не шишку, а рис. То есть метательница вообще уже отыграна, и в таком случае рис вынужден в одиночку отбиваться от грозной машины. Делал это рис героически и даже нанес существенные повреждения обшивки механического агрегата. Только вот итог все равно оказался в пользу зомби. В команде ледяного джека есть огромный плюс как раз для подобных испытаний. Я имею в виду наличие мощного растения впереди. Вот только тут тоже получилась какая-то ерунда, и меха-футболист залетел, можно сказать, за спину джеку. Светильник почему-то не стал атаковать машину, находящуюся на одной клетке с собой, хотя обычно он так делает. Конечно, можно сказать, что нет цели спереди, но по-моему хитбокс джека и меха-футболиста все равно долго пересекался. Чувствую несправедливость. Ну а обеим командам в зачет ничего не пошло. Вскоре несправедливость я ощутил и еще раз. Посмотрите, какое недоразумение учинили рис и горохострел. Зомбойт оказался слишком далеко от ямки горохострела, но слишком близко к рису, чтобы тот его начал атаковать. И в итоге этот зомби вообще не получил никакого повреждения от двух растений, которые в принципе могли бы его убить при других обстоятельствах. Я несколько раз переиграл раунд, он всегда заканчивается одинаково. Кошмар. Что ж, эта осечка может стоить теневому рису победы в полуфинале, но ледяному джеку пока рано радоваться. Этой команде еще самой нужно справиться с врагом, а мы видим, что не сильно-то это и получается. По крайней мере, от потери двух растений данную сборку уже ничего не спасет. Только лишь джек может попытаться отбиться, но ему нужен был для этого полный запас горючего, а не укороченная атака. Так что раненый задира при поддержке старателей довел дело до конца. И в этом раунде обе команды получили побаранки. Следом экспериментальный раунд против замедления и пронзания. Со смолистым рисом он сработал не очень. Посмотрим, как справится с ним теневой рис, у которого как раз и замедления и пронзания имеются. Если честно, после создания этого раунда у меня появился вопрос, почему в игре до сих пор нет зомби, который бы был не подвержен всем видам замедлений и стана. Ближе всего к этому, наверное, зомбони. Но все равно я недавно показывал, что и эту машину можно остановить. А тем временем мы видим, что все атакующие зомби были повержены, хотя медузы чуть было не оказались на одной клетке с шишкопультой. Удлиненное пламя Джека превратилось в своего рода тоже пронзающее оружие. Первым своим залпом светильник достал одну дамочку на роликах и одну медузу. Сейчас он чего-то ждет, но как только опомнился, то в пепел превратились еще несколько зомби и кажется на поле не осталось ни одной дамы на роликах. Даже несмотря на то, что рыбак пытается приблизить Джека, все равно зомби тут ничего не светит. В общем, тут тоже легкая победа. А это значит, что обе команды набрали по 3 балла. Несмотря на то, что в раунде с цирковым гаргом появились бассейны, это испытание все равно оказалось не по силам обеим командам из прошлого полуфинала. Хотя стоит отметить, что смолистый рис проиграл там не из-за импов, а из-за недостатка прямого урона. Не сказать, что прямой урон теневого риса намного выше, но тут все-таки на один замедляющий эффект больше. Соответственно и атаковать гаргов можно будет подольше. Зато взамен возвращается та самая проблема сиамских близнецов. В случае их появления и разъединения не факт, что удастся их ликвидировать. По крайней мере рис вряд ли будет их атаковать, ведь у него будет цель спереди. Но можно будет понадеяться на теневого горохострела с его утягивающей способностью. Главное, чтобы импы не оказались одновременно на клетке с горохострелом. А вот они уже и прыгнули вперед, идут нога в ногу, но одна рисовая бомба замедляет верхнего, нижний сместился в центр, исчез и есть шанс на утягивание второго. Почему оно не происходит? Было ведь время у горохострела. Импы смещались неодновременно, но все равно один из них прошел к косилке. Я аж нечаянно нажал на желтую кнопку от напряжения. Вот такое вот жесткое поражение. А ледяной Джек был единственной командой в первом круге, которой удалось одолеть циркового гарга. Теперь же гарга в два и это должно очень сильно осложнить жизнь данной сборки. За счет удлиненного пламени Джек теперь не даст горохострелу просто заморозить врагов и добыть легкую победу. Но Джек часто вынужден отдыхать и в эти промежутки горохострел с индейка пульты могут нанести громилым значительный урон. Они уже уничтожили циркача без выброса импов и теперь принялись за гладиатора. Один гаргантюа это легкая жертва даже для одной индейка пульты, а когда она имеет помощников в лице Джека и горохострела, то тут гладиатору вообще ловить нечего. Это легкая победа. Теневой Рис остался при своих, а ледяной Джек уходит в отрыв перед финальным раундом. Несмотря на то, что отрыв 5 очков, у теневого Риса все еще есть шансы на ничью, ведь в раунде спама можно отыграть как раз ровно 5 очков. Но спам сямских близнецов это не шутки. Теневой Рис сразу же вынужден потерять грядущий шишка пульт, хотя это никак не сказывается на боевом духе данной команды. И она в итоге смогла выстоять. Вторая команда с Рисом тоже затащила этот раунд на 5 баллов. А это значит промежуточный счет сравнялся. Может будет тот самый экстра раунд? Чтобы он случился, Джек не должен набрать ни одного балла. Тыкова разъединяет кучу импов, те прыгают к ней вплотную, следует еще один залп, который позволяет отбиться. И в этом то и есть залог успеха Джека. Очень мощная многократная атака. Отбившись от первоначального наскока, ледяной Джек фактически обеспечил себе победу. Снова мы остались без экстра раунда. Но это не главное. Главное то, что у нас определился второй финалист. Несмотря на то, что со спамом справились на отлично обе команды, со счетом 29 на 24 побеждает ледяной Джек. Не увидим мы очного противостояния двух Рисов. Ну да ладно, возможно это даже и к лучшему. Я если честно очень хотел посмотреть на такой бой и честно скажу, что немного расстроен. Всего в одном шаге мы были от этой битвы. Но да ладно, ледяной Джек в финале это тоже неплохо. Финал состоится уже на следующей неделе. И я надеюсь, что он будет захватывающим и станет вишенкой на торте Лиги Чемпионов. Которая на мой взгляд вышла гораздо лучше, чем я мог ожидать. Все-таки я думал тут будет разгром на разгроме из-за дисбаланса команд. Но нет, почти все битвы были интересными. А парочка и вовсе должна войти в число лучших за всю историю канала. В общем на сегодня это все. Ставьте лайки, если нравится мой контент. Подписывайтесь на мои ресурсы. И увидимся в следующей дичи. Пока.